Благодать Божья Благодать Божья способна собрать, соединить всех нас вместе в один организм, в одну церковь, в единую Божью семью. Хочу говорить с вами сегодня на такую тему. Папа ввел меня в землю смирения. Одни из центральнейших и, наверное, сложнейших качеств, которые старается выработать в нас Господь, трудясь над нашим характером. Это два качества – смирение и послушание. И это тот навык, который мы не можем получить на ускоренных курсах. Это школа, которая требует от нас времени и нашего сердца. И иногда на это уходят годы, десятилетия. Но даже находясь в рабстве, мы можем видеть людей, которые остаются внутри свободными, непокоренными. Мы восхищаемся силой духа таковых людей. Но бывает и так, что христиане, которые декларируют смирение и послушание Богу, глубоко внутри остаются напротив, своевольными, непослушными и непокорными. И хотя внешне они выглядят христианами и таковыми являются, внутри работа Божия будет продолжаться до того времени, пока Господь не научит нас смирению. Я хочу уделить какое-то время, чтобы дать вам мои понимания, понимание, взятое из священного писания и из жизни, что такое смирение. Прежде хочу сказать, что с детства я привык слышать от старших наставников и от братьев такое слово «ты смирись». Когда мне не нравится, например, что-то, я готов сбунтоваться, я готов сказать «да зачем это? Я не хочу этого делать, и мне это не нравится, мне то не нравится». Я слышал, как старшие, как мой отец, духовные родители, они говорили «смирись, не лучше ли тебе послушаться?» Я вырастал в воспитании, послушании и смирении. Мой духовный отец говорил мне, что когда у тебя есть выбор, как поступить, «всегда поступи, исходя из смирения и из милости, всегда выбери, лучше остаться обиженным, чем догнуть палку до конца, доказывая свою правоту и сказав последнее слово». Пусть кто-то скажет последнее слово. Не торопись, чтобы свою волю выставить. Я хочу сказать, что это не воспитало меня безвольным, слабым человеком, который аморфный, который ничего не хочет. У меня очень сильная потенция внутри и желание делать, творить, созидать, строить Царство Божие, идти, мне кажется, ничто и никто не остановит меня. Я надеюсь, я не один таков. Может быть, ты испытываешь такое, когда ты просыпаешься утром, у тебя прилив чувств, силы, мечта твоя, мечта, которая большая, которая больше тебя, но ты чувствуешь, что ты идешь к этой цели, и ты готов покорять любые вершины. Я был таковым с детства. И эта воля, она только крепчает, она не ломается, она не сокрушается. Но что-то внутри за все эти годы, что-то внутри, то, что было воспитано с детства, и то, что на протяжении десятилетий Бог вырабатывает во мне, что-то внутри смиряется, что-то внутри подчиняется. Знаете, кротость, определение кротости мне очень нравится. Это управляемая сила. Не безумная сила такая, я силен, я что угодно сделаю. Это управляемая сила. Это сила, которая контролируемая. И вот интересно, что в Библии сказано о Моисею, что он был кратчайшим человеком. То есть он имел огромную внутри силу, силу воли, как личность. Я полагаю, он был великим, гениальным лидером. И в Библии он так и обозначен. И этот образ Моисея стоит перед нами как гениальный, великий лидер, который вывел целую страну, весь народ, тогда еще не страна, весь народ, который был в рабстве, из рабства, из Египта. Друзья, но я хочу сказать, что Бог, Он мастер того, как достать нас до самой глубины. И опять-таки, я думаю, я не один. Я знаю, что есть кто-то, кто слышит меня сейчас, кого прямо сейчас Господь достает до самой сути, до самой глубины. Где твое «я»? И такое сильное, оно спрятано, оно такое сильное. И такое, такое, ты так стены где-то поставил внутри. И ты думаешь, что, ну, все равно, я хочу, я это сделаю. Друзья, вот интересно, воля и смирение, как это можно совместить вместе, как это уживается вместе. Давайте немного отойдем в сторону, мы к этому вернемся чуть позже. Я хочу дать вам несколько мыслей по поводу смирения. Прежде всего, единственная личность, которая превыше всех, у которой мы можем учиться смирению, это Иисус Христос. Апостол Павел, посланник филиппийцам, говорит такие слова во 2 главе с 5 по 9 стихи. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И потом он как бы разворачивает и показывает эти чувствования, которые во Христе Иисусе есть, были, и которые должны быть и у нас, у тебя и у меня. И вот, что он говорит. Он говорит, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть он вообще-то не человек. То есть его вот какую-то клеточку Бога, как ты можешь посадить Бога вообще, как ты можешь ограничить Его, когда все от Него им и к Нему, когда все им сотворено, как ты можешь Бога взять и посадить куда-то в какую-то клеточку. Но написано дальше. «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот «смирение» и «послушание» эти два слова идут где-то рядом. «Смирил себя», восьмой стих, «быв послушным, смирив себя, быв послушным, он смирил, и он был послушным, уничижил себя самого, Бог только добровольно, смирив себя. Приняв этот путь послушания, это решение быть послушным Отцу, мог стать человеком и прийти в этот мир, как человек, будучи Богом». Друзья, это немыслимое смирение. Это не смирение, которое мы иногда переживаем, что нам что-то не нравится, но нам нужно согласиться и смириться. Это даже ни в какое сравнение не идет с тем смирением, через которое прошел Иисус. Он – Бог, Он – Творец, Он творил все, Он – Создатель, и Он смиряет себя и становится человеком. И другие люди, которых Он творил, убивают Его, и Он чувствует всю эту боль. Они распинают Его, и Он добровольно идет на крест. Вы помните этот момент, когда в Гевсаманском саду пришли взять Его, и в этот момент Петр, который проснулся от сна, взявший меч, ударил раба, первосвященника, отсек ему ухо. Иисус поворачивается к нему и говорит, «Петр, положи меч в свое место». Он и стреляет ухо этому несчастному, и после этого говорит мысль, которая показывает, кто Он, и что такое смирение. Он говорит, «Думаешь ли ты, я не мог бы умолить Отца, и Он не послал бы двенадцать легионов ангелов?» Это огромное количество ангелов, которые в один миг просто уничтожило бы все вот то, что видит человек, и всех этих людей, которые пришли взять Его, Он Бог. Что здесь меч? Что здесь Петр? Что здесь все эти люди? Но буквально, совсем немного до этого, Он сказал в молитве, «Отче, не моя воля пусть будет, но Твоя». Он говорил, «Господи, если возможно, пусть минует меня чашесть, я Он человек». Если возможно, Он не хотел этих страданий, как человек. Но, с другой стороны, Он на этот час и пришел. Это величайшее смирение. Не было никакой причины Ему умирать. Не было никакого повода, Он праведник, Он не сделал никакого греха. Он в один миг мог просто подняться на небо и не идти этим путем страдания и смирения. Но Он оставил этот образ, смирив себя. Вот эти два слова, смирил себя, они такие важные. В них есть сила. Если ты чувствуешь, что Твое Я сильно буйствует, если тебе то нравится, то не нравится, то хочешь, то не хочешь, ты оправдываешь, все делаешь так, как ты хочешь. Бог, ну дай, Бог где-то в ряду всех дел твоих. Иногда забываешь, иногда ты Его там где-то как-то пытаешься поднять, и ты бежишь, смирил себя. Иисус смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Почему я говорю об этом? Потому что апостол берет в пример Иисуса и говорит, братья и сестры, у вас должны быть те же чувствования. То есть, другими словами, ты смири себя, ты стань послушным, посмотри на Иисуса, и ты смири себя, и ты стань послушным. Я очень благодарен за отзывы, за комментарии. Я не знаю, откуда вы смотрите, но буду очень благодарен, если вы напишите ваш город или вашу страну, откуда вы смотрите. И если это слово для вас, если вы чувствуете, что Бог касается вас, поставьте там либо плюсик, либо аминь, либо лайк, либо еще что-нибудь. Поделитесь с вашими друзьями этим словом, потому что я чувствую, что Бог хочет кому-то сегодня предложить другой путь. Это не путь своей воли, это не путь доказывания своей правоты, это путь смирения и послушания. И это есть путь Христов. Друзья, давайте посмотрим на несколько мыслей, которые хочу предложить в связи с определением смирения. Итак, смирение является славою творения. Я поясню, что я имею в виду. Другими словами, есть разная слава. Чем может славиться девушка? Наверное, своей красотой, своей невинностью, чистотой. Чем может славиться мужчина? Своей силою. Чем может славиться творение Божие? Своим смирением перед Творцом. Если ты осознаешь, что ты часть Божьего творения, ты не можешь ничем вот как-то выделить себя. Вот я такой крутой, Бог, посмотри. Единственным, чем ты можешь быть в действительности выделен, это смирением. Апостол говорит, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Друзья, смирение единственный путь, который был возможен для того, чтобы мы были спасенными. Смирение Иисуса необходимо было, чтобы нас искупить. Друзья, поэтому смирение на самом деле это самое сильное качество, самое ценное качество, и нам нужно стремиться иметь именно это качество превыше других качеств. Когда мы сталкиваемся с тем, как смирил себя Иисус, тогда мы понимаем, что он в какой-то момент стал просто никем и ничто. Что я имею ввиду? Поясню. Он в Библии сказано стал грехом за нас. Первое Коринфянам 5.21, второе Коринфянам 5.21, там написано так, ибо не знавшего греха, он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, а в подлиннике сделал грехом. А грех это ничто. Грех Бог не может видеть перед глазами своими. Грех Бог наказывает. Грех должен потерпеть наказание. Так вот, в данном случае Иисус стал грехом. Он стал ничто. он стал никем. В какой-то момент он взял грех всего человечества и настолько сильно смирил себя, что он умер как грешник, потому что Божья справедливость не могла смотреть на грех, и даже если это был его сын. Вот какая глубина смирения, когда ты говоришь, ну я смиряюсь, но как бы это очень сложно. Подумай о глубине смирения Иисуса Он стал никем, Он стал ничем для того, чтобы приобрести этот мир тебя и меня. Я хочу сказать, друзья, что когда ты смотришь на Бога, смотришь на Иисуса, тогда приходит это чувство, что ты ничто. Вот у меня бывает это чувство. когда я вижу его красоту, когда я вижу его величие, когда я думаю и размышляю о нем, когда я думаю вообще о Боге, который бесконечен, который безграничен, который протягивает руки свои, который избрал любить во всякое время, который всезнающий, всесильный, всемогущий, и вместе с тем он доступный. Я могу прийти к нему, когда я думаю о том, что все от него, им и к нему. В какой-то момент у меня приходит это чувство. Я ничто. Что я могу сделать без тебя? Когда я на себя смотрю, мне кажется, о, я могу и то, и другое. Когда я сравниваю себя с другими людьми, чем я не занимаюсь вообще-то, но если сравнивать себя с другими людьми, то у тебя может появиться гордость, и ты можешь сказать, что, о, смотри, я лучше того, а тот вообще, а тот, а тот, а я там, а я так. Но когда ты смотришь на Бога, к тебе приходит это чувство, чувство, что ты никто и ничто, и именно это чувство, это те чувствования, о которых Павел говорит селепийцам, у вас должны быть они. Если ты христианин, ты смотришь на Иисуса, осмысливаешь, осознаешь, что ты никто и ничто, и это чувствование, должно быть в твоем сердце. И тогда, когда ты смиряешься, когда ты понимаешь, что все от Бога, все от Бога, и твой разум от Бога, и способность анализировать от Бога, и здоровье от Бога, пойди в больницу, посмотри, сколько людей смотрят в потолок с такими потерянными глазами, посмотри, сколько несчастья, сколько бед, сколько детей, больше полутора миллиона детей, по статистике каждый вечер засыпают в голоде, не просто так, чуть-чуть, а в голоде, посмотри, сколько бедствий, посмотри, пойди на кладбище, не так давно я был на кладбище, и я посмотрел, там столько людей, которые закончили свою жизнь, свой бег, которые гораздо моложе меня, а я все еще живу, посмотри, Бог дал тебе, у тебя есть все, хлеб до хлеба, ты не одинок, у тебя есть церковь, у тебя есть Бог, у тебя есть вечность, у тебя есть Дух Святой, у тебя есть Библия, у тебя есть Слово, ты счастливее многих других людей, даже если ты думаешь, что у тебя чего-то нету, и ропщешь, смотришь на то, что что-то есть у кого-то другого, но когда ты поднимаешь взгляд на Бога, и смотришь на Него, ты понимаешь, что все это Он дал со своей руки, если Он захочет, то ты будешь иметь, не захочет, ты не будешь иметь ничего, и даже жизни не будешь иметь, вы помните эту историю, Иисус говорит одному человеку притчу о том, что у одного богатого человека был хороший урожай, он собрал его, и собрал его очень большой урожай, больше, чем у него было этих амбаров, складов, и что Он сделал, Он развалил эти старые, поставил новые, которые гораздо больше, и сложил все зерно в эти амбары, и когда Он закончил этот проект, это проект, это работа, то Он сказал, душа моя, ешь, пей, веселись, потому что много богатства на многие годы у тебя, а вот здесь внимание, после этого Иисус комментирует мысли этого человека, и говорит безумный, всю ночь отнимут душу твою, кому достанется все это, понимаете, мы думаем, мы такие сильные, у нас все получилось, мы такие успешные, или вот у нас я, моя воля, я, а Бог посмотрит, и может сказать, все, в один момент, все может прекратиться, все от Его руки, все от Него, все им, и все к Нему, смотрите, Иаков, он осознал это, в четвертой главе, он говорит, послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра, отправимся в такой-то город, и проживем там один год, будем торговать, получать прибыль, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое, и дальше вот, итог его, вы по своей надменности, тщеславитесь, всякое такое тщеславие, есть зло, надменность, тщеславие, это противоположное качество смирению, смирение противоположно, внешним этим показаниям, тщеславию, гордости, смирение, смотришь на Иисуса, и ты осознаешь, что ты ничто, Бога, друзья, в Писании, Иоанн, очень, контрастно, очень ясно, провел, сквозь, все свое Евангелие, именно, эту черту Иисуса, я дам вам несколько текстов, просто послушайте, как это было в жизни Иисуса, Иоанна, 5 глава, 19 стих, Иисус сказал, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит так же, подумайте только, почему ты, Иисус, не можешь творить? Тебе 30 лет, ты полный силы, ты умный, ты в 12 лет впечатлял, мудрейших в храме, учителей законов, фарисеев, а что, к 30 годам ты потерял разум, или что? Да нет, ты, ты мудрый, ты умный, столько людей тебя слушают, а Иисус говорит, послушайте, а я подчинил себя Отцу, а я смирил себя, помните, однажды пришли к Нему и говорят, рассуди нас, вот там, мой брат не оставил мне наследство, он говорит, а кто поставил меня судьей? Нет, он даже не стал выслушивать это, но даже по-человечески можно было бы что-то сказать, вникнуть, почему? Он смотрел на Отца, а он подчинил себя, подчинил воле Небесного Отца, Иоанн продолжает, в 30 стихе, в 5 главе, он говорит, цитируя слова Иисуса, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня». Я в своей Библии это подчеркнул, «Я не ищу своей воли», Иисус говорил, «моей воли, но воли пославшего Меня». А у меня вопрос, знаешь ли ты волю Отца на свою жизнь? Некоторые из вас, Господь стучал в ваши сердца, Он хотел послать вас. Я помню, как я учился в школе библейской, и мы только поженились, у нас был первый год, и мы сидели, и один из служителей служил, какую-то тему раскрывал, и во время этого служения прямо видно было, как Дух Святой коснулся его, и он так остановился, сделал несколько шагов вперед, ближе, я сидел прямо на первом ряду перед ним, посмотрел, и сказал, «Я чувствую, как Дух Святой предлагает мне сейчас некоторым из вас бросить вызов, и я хочу спросить у вас, сколько лет вы планируете прожить?» Все как-то так слушают, ну, чем дольше, тем лучше, 80, может, и под 100. Он говорит, «Вы читали о десятине?» Ну, конечно, читали о десятине. Он говорит, «А я хочу спросить у вас, а что, если речь идет не о деньгах, а о времени, которое вы могли бы посвятить Богу?» Десятую часть вашей жизни. Что, если Господь попросит у вас? Ну, я, выросший в детстве, значит, с детства в церкви, думаю, «Да я всю жизнь Богу отдаю!» А он дальше продолжил. И он сказал, «Хорошо, а я хочу попросить у вас, могли бы вы помолиться, может быть, всего один год, один год из всей вашей жизни, вы бы поехали туда, где вы никогда не были раньше, вы бы поехали только с одной целью, не зарабатывать деньги, не устрояться в жизни, не заботиться о себе, так, как, так, как, чрезмерно, как вы, не ставить никаких других целей, кроме одной, проповедовать об Иисусе, созидать церковь Божия. И когда он сказал об этом, присутствие Божия так реально опустилось, у меня сердце просто стало колотиться, я чувствую это просто ко мне, просто у меня все взрывается внутри. Я начинаю видеть этих людей, которые там на севере, где-то Чукчи, там, или кто-то, и я представляю, что я там, где-то среди этих аулов, но я женился только. А я говорил еще до того, как жениться, что мы уедем отсюда, мы жили в Рике тогда, я говорил, Наденька, мы уедем, мы не будем жить здесь. Но вот здесь вот присутствие Божие, и снова этот призыв, может быть, ты нужен Богу, может быть, у Бога есть свой план на твою жизнь, ты ставишь свои цели, свои планы. А мы взяли квартиру, поменяли, и Господь дал нам так успешно. Я заканчивал ремонт квартиры как раз, школа библейская, пошел в школу библейскую, и здесь присутствие Божие, и такой вызов, просто вызов. Может быть, на один год ты мог бы уехать. И я чувствую, я весь в этом, я уже кричу Богу, да, просто про себя, плачу и кричу, да, Господь, если тебе нужен, я еду, я еду, мне ничего не надо, я еду, Господи, и тут жена рядом, и я так поворачиваюсь к ней, смотрю, а слезы текут по ее щекам, и я так тронул ее, и она кивнула головой, и я понимал, что она точно так же говорит Богу, да, это смирение. Она говорила, я никогда не была в Сибири, вообще, я выросла на юге, на море, ты же знаешь, я не знаю, а там сильно холодно, правда, а как там люди живут? Я сказал, поехали, поехали, друзья, мы здесь, уже 29 лет, мы бесконечно благодарны Богу, но на этом не закончилось мое смирение, или подчинение моей воле, воле Богу, я каждый день, смиряясь, смотрю на Него, и понимая ничто, я без Тебя ничто, что я сделаю без Тебя, Господь? Если Ты не дашь мне благодать, я из кровати могу не подняться, если Ты не дашь мне верных людей, кто бы стоял со мной, те мечты, цели, которые есть передо мной, останутся просто мечтами, сколько таких людей, которые на обочине жизни, или закончили жизнь свою, знаете, кто-то сказал, Майлз Монро сказал, что когда Вы приходите на кладбище, то Вы видите там столько неисполненных целей, планов и мечты. Почему? Потому что они спешились, стремились, а с Богом как-то, видимо, что-то не так. И жизнь прервалась. Я надеюсь, что Вы верите, что и момент рождения, и момент смерти в руках у всемогущего Бога. Это не случайность. Бог не проспит. Когда праведника отзывает от земли, это делает Бог. Он знает, Он знает все дни Твои. Он держит Твою и Мою судьбу в своих руках. И не в случайности. Я точно знаю, что не случайности в жизни детей Божьих, это не случайность. Я точно знаю, что Бог контролирует все. Это же те моменты, которые тебе вообще не нравятся, которые ты считаешь, что это просто дьявол. Но дьявол, Иисус сказал, волосы сочтены на голове вашей. И Он сказал, что даже один волос не сможет упасть без воли Отца Небесного. Дьявол не сможет даже одну волосинку взять с твоей головы без воли Отца Небесного. Моя жизнь в руках всемогущего Бога. И я не гоню дьявола. Уйди, 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 ты опять мне тут мешаешь. И если эти бесы и бесы вообще или кто-нибудь где-то стоят на пути, я применяю власть Божию. Но я точно знаю, что жизнь моя в руках всемогущего Бога. И если ты доверил свою судьбу в Его руки, то момент рождения и смерти это не случайность. Это то, что контролирует Бог. Друзья, я хочу сказать о том, что только смиряясь пред Богом, Он может дать тебе исполнить все цели, которые Он вложил в твое сердце. Все те определения, которые Бог дал тебе, все те планы, которые у Бога есть относительно твоей жизни. Только смиряясь это может получиться. У Джона Бивера есть потрясающая зарисовка. Он сделал видеоролик небольшой, в котором он показывает человека, который, умирая, приходит к Богу. И когда он приходит к Богу, то Господь спрашивает у него по поводу его жизни. И там происходит такое сильное разочарование. Потому что один человек говорит, я был бухгалтером. А Бог говорит, а знаешь, а я тебя сотворил другим человеком. А я сотворил тебя миссионером, чтобы ты пошел, чтобы ты спас столько-столько людей, чтобы ты сделал столько-столько дел, чтобы ты так и так. А ты просто был бухгалтером. И он показывает, что у Бога есть активный взгляд, активная позиция в отношении каждого из нас. И так важно понять волю Божию и смирить себя. Друзья, смирение это единственная почва, в которой растет благочестивый характер. В гордости, в надмении, в своеволии, в прокачке своих идей и целей и планов как-то не гнездится благочестие. Помните, Иаков говорит, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть обращать внимание на сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. То есть в мире, но не от мира. Грязь этого мира не попадает внутри тебя. Штормы, беспокойства, тревоги, все то, что происходит вокруг. А ты сохранен. А как ты сохранил себя? А как ты смог? А как ты смог быть таким чистым внутри? Таким святым внутри? Как? Только через смирение единственная почва, в которой растет благочестие. А как чувствительность у тебя осталась к сиротам, к вдовам, к обездоленным людям? Только через смирение, когда ты смотришь на Бога и осознаешь, что ты ничто. Я дам еще вам две мысли, и мы будем молиться. Друзья, в смирении рождается истинная святость. Я хочу показать вам на той притче, которую сказал Иисус. Он рассказал о том, что два человека вошли в храм помолиться, один был фарисей, другой мытарь, и фарисей стал молиться сам себе таким образом, Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Но по факту не таков. Скорее всего, он и не был обидчиком, и он и не был грабителем, и прелюбодеем, и не был таким вот грешником, несчастным, таким вот, как этот мытарь, который вот тут вот пришел. И дальше он поясняет, пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы бы сказали, умничка, прям хороший такой, ну, классно все. Мытарь же, стоя вдали, не смел поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Смотрите, что говорит Иисус. Вот картина. Мытарь, который грешник, пришел, бьет в грудь, будь милостив ко мне, грешнику. Иисус говорит, Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, внимание, возвышающий себя унижен будет, унижающий себя возвысится. Подумайте, только фарисеи имели доступ до любого помещения в храме. Не было никакого места, куда бы он не мог зайти. А мытарь нет, грешник, только вот так вот через порог пройти, вот с краю где-то, да. При этом гордость фарисея зашла в храм Божий и сделала поклонение Богу, где все поклонялись Богу и созерцали Его красоту, чувствуя себя никем и ничем. Но гордость этого фарисея сделала поклонение Богу, молитву и благодарность сценой самопровозглашения. Вот, вот, вот в молитве Он подчеркивает, какой Он крутой, какой Он хороший. Вот, вот, посмотри, я не таков, как этот. Конечно, Иисус говорит, что ты, тот, кто возвышаешь себя, будешь унижен. Друзья, хочу сказать вам, в том, что самым святым человеком будет самый смиренный человек. Нет никого столь святого, как Бог, и нет никого столь смиренного, как Сын Божий, Иисус Христос, который смирил себя. А Божье присутствие, оно не зависит ни от сезонов, ни от времен года, ни от того, какой статус у тебя. Фарисей ты, или мытарь, грешником ты себя чувствуешь, или таким славным, ну, просто классным человеком, все исполняющим. Но Божье присутствие зависит от смирения, от готовности делать волю Божию и забыть себя, как тот мытарь. Будь милостив ко мне, грешнику. Еще скажу одну мысль, друзья, мы будем молиться. Смирение убирает все преграды на пути веры. В смиренном сердце есть вера. В гордом надменном нет веры. Могут быть провозглашения. Что значит есть вера? Вера без дел мертва. Это значит, происходят Божьи действия. Больной получает исцеление. Человек, зависимый от демонов, получает свободу. Там, где вера, там горы движутся. Вера движет горы. Там сила Божия есть. Так вот, в гордом сердце Бог гордого видит издали. Там нет присутствия Божьего. И, соответственно, ничего не происходит. Могут быть хорошие слова, но ничего не происходит. Я дам вам текст из Иоанна, 5 глава, 44 стих, написано так. Как вы можете веровать? Иисус говорит, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищите. Я помню, мне было лет 15, когда я получил откровение на этот стих. И я помню, как Бог прямо проговорил ко мне. Он сказал, как только ты принимаешь славу от других людей, как только ты опускаешь свой взгляд с меня, как только тебе начинает нравиться, и ты питаешься, что говорят другие люди, а тебе, так у тебя нет веры, ты не можешь веровать. Смотрите, человеческая слава и Божие смирение несовместимы, не могут тужиться в одном сердце. Иисус говорит, как ты можешь веровать? Другими словами, у тебя нет веры, если ты питаешься человеческой славой. И вы помните, самых два ярких момента, два случая, когда Иисус отметил великую веру, прямо так написано, великая вера, великую веру, это был случай с сотником, и это был случай с женщиной хананьянкой. И в одном, и в другом случае, и сотник, и хананьянка, они смирялись. А женщина, вообще Иисус как бы с псом сравнил ее, он говорит, нехорошо взять хлеб со столов господ и бросить псам, она говорит, ну и псы едят, крохи, которые падают со стола господ. Кажется, женщина, что ж ты делаешь? У тебя есть достоинство или нет? Перед Богом, перед Иисусом, я ничто. достоинство, у меня есть достоинство, но я перед Творцом Своим, я ничто, глупо, отчащие смирение. Иисус восклицает прямо, о, женщина, велика вера твоя, почему? Потому что велико смирение твое, чем глубже смирение, тем сильнее вера. Итак, смирение происходит в точке соприкосновения Божьей воли и моих целей и планов. Вот Он крест, Божья воля, Божий взгляд, мой взгляд на Него, я осознаю, что Он мой Бог, Он все знает и понимает, у Него есть Его цели и планы. И вот я, и вот в этой точке соприкосновения, когда я смиряюсь пред Ним, тогда Он дает мне благодать, а благодать приходит только в смиренное сердце. Друзья, я закончу 1 Петра 5.5. Он говорит, так же и младшие, повинуйтесь пастырям все же, подчиняясь, повинуйтесь, такие глаголы, подчиняясь, для некоторых из вас это как слабо, что там подчиняясь, повинуйтесь, подчиняясь, облекитесь смиренно мудрием. И вот здесь внимание, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тебе нужна благодать, мне нужна благодать, благодать, чтобы прожить сегодняшний день, благодать, чтобы дома был мир, покой, чтобы детей поднять, вырастить, благодать, чтобы работать, благодать, чтобы здоровье было, благодать, чтобы жить. Тебе и мне нужна благодать. Он смиренным дает благодать.